Мир Гомеля Пётр Кириченко соустрелся с коллективом Гомельского локомотивного депо. Минула первая половина года, самый час подвесця основные выники социально-экономического развития Гомеля. Каким стал это не просто период для города, как его переодолели гомельские чугуночники, доведались наши корреспонденты. История локомотивного депо наличия 148 годов у партой працы. Предприемство действие в круглосуточном режиме, в его составе больше, чем тысяча специалистов. Основный на промок развития – электрификация чугуночной системы. Предприемства усе больше отмавляются от тепловозов на корысть электроцехников. Пандемия вымусила чугуночников сбавить стемпы и привела до простою. Але истотная эпидситуация на стан справ не повпливала. Наверное, у таких непростых умовах працевники на вратце могут поскардиться на тяжкое финансовое становище. В данный момент времени даже заработная плата по предприятию в целом составляет без малого 1300 рублей. Прыклад работы локомотивного депо добро проецируется на стан Гомеля в целом. Не глядячи на внешние обставины, город переодолевая перешкоды у любых сферах. Экспорт товара у послуг знизился, але удалось забеспечить становчая сальда. Уведены тысячи квадратных метров жилой площади. Забеспечены запланованные объемы капитального ремонту. Повсюдно проводится озеленение. Петр Кирыченко отзначая, по многих социально-экономичных показчиках Гомель соступает только столицы. Тем не менее, поспехи – не одна нагода для визиту мэра. Обмеркование проблем и питания у коллективу – не меньше важная частка сустреча. Они касаются и открытия одного из медучреждений нашего города. То есть интересуют людей, я так понимаю, это жители как раз тех микрорайонов, которые называемые Мельников-Лух. Их когда поликлиника откроется, есть вопросы, которые касаются торгового обслуживания. Это касается больше жителей микрорайона Кристалл, 96-го микрорайона, как его еще называют в народе хутор. Что там, какие перспективы, ну и ряд других вопросов поступило. А пошние шесть месяцев стали саправдным выпрабаванием натрывалась не только для города, а и для всей краины. Тем не менее, это корыстный опыт позволяет нам с оптимизмом глядеть в будущее. И он усиляет выполненность. Любые перешкоды махчимы переадолить. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель.